МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сопровождении начальника своей охраны Владимир Путин проходит по... Видите, как складывается? Я действительно не бедный человек, занимался бизнесом. И, наконец, Национальная гвардия России. Благодарю вас за службу. Никто никогда как следует не давал паз в задницу. Но сейчас вы обратитесь как раз по зале, по адресу. Руку отпусти! Я сказал! Видите, как складывалась судьба? Весчастливается. Красота действительно спасет мир. Когда у главы Росгвардии Виктора Золотова был конфликт с Навальным, он несколько раз рассказывал про некий бизнес, которым занимался раньше. Однако ни в его официальной биографии, ни в документах нет ни следа припринимательской деятельности. Все, что о нем известно, это работа в качестве охранника. Сначала он охранял Ельцина, потом Стопчака, потом Путина. На уровне слухов было известно, что Золотов вроде как имел отношение к охранному бизнесу легенды бандитского Петербурга Романа Цепова. Запомним это имя. Мы решили посмотреть, что стало с бизнесом Цепова и обнаружили... Близкую знакомую Золотова, которой принадлежит элитная недвижимость в Петербурге и бизнес-актив, мощно работающий при поддержке МВД. С 90-х годов в этом унылом здании находится офис охранного предприятия «Балтик эскорт» Романа Цепова. Выглядит не очень представительно. Но именно отсюда Цепов оказывал большое влияние на жизнь города. Например, отправлял своих сотрудников охранять одновременно и вице-мэра Владимира Путина, и семью комменального авторитета Александра Малышева. С обоими Цепов был хорошо знаком. Это 27 сентября 2004 года. Князь Владимирский собор в Санкт-Петербурге. Бок о бок стоят, казалось бы, непримиримые враги. С одной стороны – высокопоставленные силовики. Вот в толпе – тогдаший начальник службы безопасности президента Виктор Золотов. Тут же – руководство петербургской милиции. С другой стороны – известные криминальные авторитеты. Вот, например, Владимир Кумарин – глава Тамбовской ОПГ. Всех этих людей объединял Роман Цепов. Это его похороны. Его называли «Рома-продюсер». То ли за умение решать вопросы и с властью, и с авторитетами, то ли за то, что он и правда давал деньги на фильмы. Кого ждем-то? Станет Путин президентом и сразу все через день изменится. Он, между прочим, когда исполняющим обязанностей стал, уже на следующий день к нам прилетел. Именно ими ножиками, что ли, награждал? Ножиками, не ножиками. А, между прочим, по новогоднюю ночь прилетел, не водку жрал. Я верю, что все изменится. А ты нет? Да я, может быть, больше тебя хочу верить. Сколько раз верил. Надоело обжигаться. Да отстань ты. Ну, Ром, ну больно. Давай еще раз поверим. Говорят, что какое-то время Золотов даже якобы работал у Цепова. Возможно, он был одним из совладельцев Балтик Эскорта. Не тот ли это бизнес, о котором он случайно проговорился Навальному? В Петербурге отметили День Российской Гвардии. Парадные расчеты прошли торжественным маршем. Исполнили строевые песни на Дворцовой площади. А это уже наши дни. Балтик Эскорт явно остается дорог Золотову. Раз наряду с бойцами Росгвардии, в празднование годовщины создания ведомства принимают участие и сотрудники частного охранного предприятия. После отравления Цепова основным собственником его бизнеса стал его одноклассник Александр Каханов. Наши источники говорят, что все дела с ним ведет загадочная женщина по имени Дина Цельевич. Именно она скупила целый подъезд в этом здании. Внутрь нас вряд ли пустят. Но мы все равно сейчас побываем в ее кабинете. Превратив бывшие квартиры в офисы, Цельевич потребовалось согласовать перепланировку. Ее заявка в Смольную вместе с фотографиями интерьеров свободно висит в интернете. На стенах портреты Золотова и Путина. Мориль Монро и Одри Хабберн. И много цветов. Дело в том, что фотографии, скорее всего, сделаны сразу после дня рождения Дины Геннадьевны. Цельевич родилась в Ленинграде. Ее семья жила здесь, на юго-западе. Это такая смесь промышленного и спального районов. Ну, в частности, в конце 90-х Дина проживала в этом доме на Краснопутиловской улице. С 90-х годов ее семье принадлежит небольшой бизнес по сдаче помещений в аренду. Как минимум, часть помещений раньше были собственности Кировского завода. Ее отец работал там большим начальником. В этой компании Дина до последнего времени была официально трудоустроена, но бизнес больших доходов не приносит. Официальный большой бизнес у самой Целевич появился только несколько лет назад. О нем вам еще расскажем. При этом с начала нулевых она начинает скупать элитную недвижимость в Петербурге и Ленобласти. В ее собственности роскошная квартира в одном из самых элитных домов в Петербурге на Каменном острове. Вокруг госрезиденции и исторические дачи начала 20-го века. А вот дом в поселке Подсистрорецком в пригороде Петербурга, рядом с Финским заливом и озером Разлив. Идем дальше. Вот дом в поселке Соснова. Это на севере Ленинградской области. И тогда же в нулевые Целевич купил две квартиры на Крестовском острове и еще одном средоточии элитной недвижимости в Петербурге. По нашим подсчетам, общая стоимость ее покупок в текущих ценах более 400 миллионов рублей. Откуда же у Дины Целевич деньги на элитную недвижимость и как ей достался Балтик-эскорт легенды бандитского Петербурга? Мы в аэропорту Пулково. Несколько лет назад здание прошло полную реконструкцию, но конструктивный элемент старого здания вон те башни-стаканы сохранили. В конце 90-х здесь, как минимум несколько раз, можно было увидеть Виктора Золотова и Дину Целевич. Они либо прилетали из Москвы, либо улетали в столицу. Из архива системы резервирования билетов следует, что они приобретали билеты с разницей нескольких минут и сидели рядом. Какие же отношения их связывали? Золотов уже много лет в официальном браке. У него двое детей. У меня действительно внук учится в Англии. Хочу сказать, он учится на отлично, я им горжусь. А учебу его плачет отец. Через три года он вернется, и я уверен, что он будет хорошим экономистом. В 2004 году у Целевича тоже родился сын. В его документах, которые есть в распоряжении проекта, сведения об отце отсутствуют. Из них можно узнать только отчество ребенка. Викторович. Несколько источников нам рассказали, что Целевич и Золотова связывали очень близкие отношения. Именно так Дина и стала со руководителем «Балтик Эскорта» компании, которая в 90-е имела отношение с Виктор Золотов. Однако на этом она не останавливается. В октябре 2019 года Виктор Золотов вручил одной из частей в Ленобласти историческое знамя. Потом осмотрел обновленный музей части. На мероприятии была и Дина Целевич, и этот снимок даже опубликовали на сайте Росгвардии. Что она там делала? Она пришла вместе с петербургским адвокатом Анатолием Бернштейном. Именно он превратил старый музей части в современную экспозицию. Именно он, как говорят наши источники, партнер Целевич по миграционному бизнесу. Миграционный центр на Курской один из четырех в Петербурге, где приезжим выдают патенты на работу. Помимо охранного бизнеса Дина Целевич занялась и миграционным. Бизнес сверхдоходный. Прибыль больше миллиарда. Право оказывать такие услуги центром предоставила МВД. Целевич, как говорят, в партнеры взяли на всякий случай, чтобы конкуренты не съели в борьбе за такой пирог. Перепадает и Балтик Эскорту. Его сотрудники, которые раньше охраняли Путина, теперь охраняют эти центры. Дина Галина, просто мы пишем материал, посвященный компании Балтик Эскорт. Вы же имеете к ней отношения? Нет, никакого не имею. Ребят знаю, компанию, конечно же, знаю, естественно, потому что компания такая давнишняя. Ребят знаю оттуда, к ней отношения никакого не имею. Там учредитель Каханов Сан Саныч. Естественно, я его знаю, естественно, уже много лет, поэтому никакого отношения к управлению компании я не имею. А вот помещение, где они находятся, вы выкупили? Почему? Почему купила? Потому что я родилась в этом городе. Это история. И я купила там эти квартиры. А там базируется Балтик Эскорт в ваших помещениях? Подвале. Они базируются в подвале. Там, где они базировались много-много лет назад. А там, где я выкупила, Балтика не базируется. Я понял вас. Еще я должен вас спросить, опять же, за ранее, прошу прощения за личный вопрос, но он имеет вообще свой интерес. Скажите, а вы знакомы с Витером Васильевичем Золотовым? Я его знаю, чисто как все знают, кто он и что. Личного общения у меня с ним нет. У меня просто мой бизнес никакого отношения не имеет ни к этим структурам. Я юрист. Я юрист. Юрист, да? Да, я юрист по образованию. Раньше вот такая система резервирования билетов. И опять же, там так записано, что есть, рассказываю. То есть есть совместные ваши поездки, совместные. То есть вы сидели в соседних креслах и покупали билеты практически в одно время с Витером Васильевичем. Андрей, я вам сказала на ваш вопрос, я вам уже все... Ну, по этому вопросу я вам ответил. Хорошо, я понял вас. Балтик эскорт живет и процветает. А вот его основатель нет. В сентябре 2004 года Роман Цепов зашел в местное ФСБ попить чаю. Потом съел мороженое в управлении МВД и через две недели умер от отравления неизвестным веществом. Но тайна Деницелевич, женщины, поднявшаяся на связях с Золотовым, не единственная, которую знал Рома-продюсер. Что он еще унес с собой в могилу, смотрите в следующей серии. Телеком это расследование читайте на нашем сайте проект.медиа Проект. Узнайте впервые. Редактор субтитров А.Семкин